Дорогие женщины, в ответ на ваши капризы и вашу критику, что мы никогда не показываем женщин, сегодня мы будем разговаривать только с прекрасным полом. Нет, пожалуйста, только не я. А какие вопросы, пожалуйста? Дай вместе другого. Сегодня для вас в галерею на Солянке наконец-то привезли вашего героя, Джеймса Бонда, человек, который относился к женщинам плохо, но женщины все равно его любили. Расскажите, а что для вас женщин самые привлекательные в мужчине? Красивые часы, автомобили, ум, костюм, ум, ботинки. Вы знаете, это как в анекдоте, да? Не знаю, анекдотов, расскажите анекдот. Девушка, вы замужем? Да нет, я просто не успела накраситься. А теперь поговорим о наших познаниях о женской природе. Женщины любят стандартное облачение. В него входит верхний купальник и нижний купальник. Также они любят затягивать себя ремнем. Наше шоу часто обвиняют в сексизме. Так, Лето, сейчас я попытаюсь изобразить стандартную женщину. Ой, это же яйцо фабережей, я так хочу его домой, давай мы его купим, дорогой. Ой, а что это такое? Это телевизор? Нет, дорогая, это часы. Ой, я никогда не слышала об этом. Ой, я только что вышел из кухни и увидел вашу передачу, она такая не смешная. Когда я смотрел на эту пару ботинок, я вспомнил о том, что известных женщин в России всего две. Это Наталья Синдеева. Ну, видишь, мне самой как бы, ну, не кайфово. И Рената Литвинова. Вот так вот нехорошо снимать из-под низа, здрасте. Обе из них не пришли сюда, и поэтому мы уходим к другим женщинам. Новую рубрику, новую рубрику, новую рубрику. Сейчас я нахожусь на встрече бывших отоклассников, ладно. Сегодня в нашей студии два довольно известных кинокритика. Это Мария Кувшинова и Ольга Шакина. Эй, расскажите, а как давно вы познакомились с Ольгой? А это Ольга лучше, расскажет на самом деле. Про птичку рассказать? Это мы тогда не познакомились. Это было продолжение нашего знакомства. Мы с Марией познакомились... Нет, по-настоящему мы с Марией, конечно, познакомились. Вене! Я до сих пор помню, как Мария пересказывала мне сцену из «Рока и его братьев», когда он уходит под воду по лестнице. Это сцена из фильма «Туманные звезды Большой медведицы», и это она Клаудия Кардинали. В данный момент я сижу на премьере фильма «Последняя сказка Риты». Расскажите о названии фильма. Вот он так называется, «Последняя сказка Риты». Моя героиня, она умирает, и, видимо, поэтому фильм так и называется. «Последняя сказка Риты» – это очередная режиссерская работа одной из самых известных женщин России Ренаты Ритвиновой. Вы смотрели фильм «Рената Ритвиновой» только что? Нет. Следующий вопрос. Сегодня Рената Ритвиновой представила на всеобщее обозрение фильм, посвященный смерти. Смерть, как искусство. Настолько всеобъемлющие. Главное, смерти никогда… Ее не надо бояться. Да, бояться и блокировать ее. То есть говорить, что «да, это со мной не случится». Не знаю, мне кажется, если честно, Олег, смерть похожа на вас. Сегодня в нашей студии оказалась Карина Орлова, известный журналист с телеканала «Дождь». Карина долго терпела и не рассказывала свою историю. Карина, расскажите, пожалуйста, нам о вашей истории. Я выпила щелочь. Мне было больно. Ужасно. Больно. Человек и его судьба. Как сильно они связаны друг с другом. Часто люди оправдывают свои неудачи тяжелой судьбой, забывая о том, что сам человек кует свою жизнь. Я сама скувала ту жизнь, которая у меня есть. Как человек с трудной судьбой, я отправилась на еще одну премьеру фильма «Последняя сказка Рита» Рената Ритвиновой в «Барвиха. Лакшери Вилледж», чтобы поговорить с нами. С женщиной. Это уже второй фильм ваш, посвященный теме смерти. Почему вас так волнует эта тема? А вас не волнует. Вам важно, как вы умрете? А вам не важно? А вы видели картину? Да. Нет? Да. Не вижу. Кстати, меня зовут Маргарита. Я Карина. Очень приятно. Ничего то, что фильм практически обо мне? О, боже мой. А как вы считаете, почему образ смерти всегда женщина с косой женщинами? Деточка, потому что имя смерть, она моя. Женский род. Понятно сейчас, да? Да, спасибо. В русском языке слово смерть является в женском роде. Может быть, вы будете умирать долго и мучить, но может быть, вас будут отрезать по чуть-чуть у вас ноги и руки, и вам безразлично. Какой веселый вопрос. Ой, я не думала о смерти еще. Может, сейчас изменится, я не знаю. Не знаю. Не задумывалась. Знаете, я не задумывалась. Прямо мне сердце выстыщало. Прямо не думала. Я не думаю по этому поводу. Не надо такие вопросы. Не люблю. Нет. А пусть придет, какая есть. Не думать в эту сторону вообще. Я об этом не задумывалась. Но я тоже, опять-таки, не сильно думала. Не знаю. Наплевать, как она ко мне придет. Да не хочу я умереть. Субтитры сделал DimaTorzok